привет ребята как у вас дела как ваши питомцы а сейчас мы с вами находимся в моей гардеробной я хочу вам показать что у нас получилось как мы ее оборудовали да может вам будет интересно и еще причем здесь мои кошки в плане мне очень удобно в гардеробной потому что гардеробная это комната с большим количеством одежды наших вещей в которую нет доступа кошкам и значит нет доступа шерсти это большой большой плюс и вообще в принципе нужна или нет гардеробная давайте вместе подумаем в этом видео сначала где она находится здесь у нас спальня 1 спальня номер два вы помните синюю спальню мы с вами вместе делали там ремонт и вот мы заходим в нашу гардеробную и так что есть наши гардеробные это конечно же огромные шкафы с пола почти до потолка очень-очень объемные туда можно все все что угодно засунуть естественно стремянка как можно без стремянки у нас высокие потолки и мой низкий рост это очень-очень удобно также одежда я все считаю что одежда у нас немного потому что ребятки я знаю сколько одежда моих знакомых друзей и там прям капец-капец у нас как видите немного это вообще с серьезной стороны очень-очень мало а также свитер а вот большое зеркало и я всем привет а свитеры и носки мы храним здесь вот все вещи которые должны быть ну лежат сложены хранит и здесь тоже хранятся наши награды от наших кошек видите тут уже немножко криво это видимо наши кисы постараюсь что у нас во всем же интересно что наш шкафах я прям все показать не буду здесь одеялко покрывается всякие подушки которые могут потребоваться здесь рюкзаки здесь рюкзаки для походов они очень-очень большие их вообще обычно нет нет места куда положить смотрите гладильная доска это огромный плюс гардеробный очень удобно как вы понимаете погладил повешал а смотрите окно вы скажете ну как можно переодеваться напротив окна а мы живем за городом и ну нам обычно в окна никто не смотрит как бы тут ну еще есть шторка можно если что шторку пускать а здесь вы спросите что это за такой большой ящик на котором так классно раскинулся роза народом классно раскинулся потому что они разъединены их ночью не не вместе с юки юки его не долбасит не играет не грызет у него все хорошо он передает икусе привет а здесь у нас аккумулятор с водой нет здесь у нас емкость с водой давайте простыми категориями выражаться и ну на случай чтобы всегда была вода здесь специальная система когда нужно накачивает когда не нужно не накачивать я снимаю сейчас широко форматной камерой чтобы влезло побольше если оставлю обыкновенную камеру тут нифига не видно потому что помещение на самом деле 8 квадратов обставленное и места мало здесь я со временем хочу поставить еще что еще швейную машинку потому что мне это нравится и я надеюсь на мне со временем ну из плюсов это конечно можно хранить кучу кучу всяких вещей они вам не будут мешать и главное а ваших комнатах не будет стоять вот эти вот громоздкие шкафы которые ну лично у нас ничего красивого нашему интерьеру не придавали также можете здесь хранить всякие вещи типа стремянок очень очень полезные но который в комнату просто так не поставишь а из минусов из минусов надо отрезать от вашего дома квартире большую площадь у нас 108 квадратов и мне кажется это вот самое то у нас есть малюсенькая гардеробная на первом этаже и там уже не очень это все удобно кто у нас тут такая вкусняшечка лежит ну сара сара вкусняшечка ой ой ну вся такая хорошая ты фокусе кошка нет вот такая в общем как вы поняли что моя борьба за стол в общем пока что не в мою пользу ребята вам же интересно там покупки часто разные блогеры показывают видите в каком я вместе нахожусь как вы думаете что мы купили я вам сейчас покажу смотрите какая крутая шина это на мотоциклик вот просто вот мои пальцы и вот какая она зубастая вот прямо вот уже хочется открыть мода сезон просто огроменная шина это шли на больше чем колесо от нашей машины вот такие вот у нас покупочки сейчас хочу покраситься немножко своей рассадой рассадой рассады это помидорки вот они они мне кажется мне немножко под вытянулись но ничего страшного все нормально не будет мне нравится вам узнаете для таких ленивых садоводов как я чтобы все росло и в общем сильно не запарывается хотя конечно он все равно посынкуется все равно с ним надо заморачиваться это по поводу рассады по поводу любых цветов и ваших кошек я все-таки имею такое мнение что надо кошек и рассаду разделять в пространстве а потому что это кошки и понимаете вот чтобы не устраивать вот этих вот истерик чтобы там не кричать не ругать а потому что это все равно кошка и что бы вы ни делали там наказывали наказывали без вашего ведома все равно он придет грызет там что-нибудь этому цветку или рассаде я все-таки за то чтобы рассада была в другом помещении чтобы как-то кота и рассаду разделять потому что наши перевернули бы здесь все абсолютно и а мы эту комнату закрываем от кошек на период рассады вот видите я здесь разговариваю там уже мяукают вы слышите да вот такие они сейчас вам их тоже покажу чтобы не было вот этого вот знаете какого-то столкновения интересов зачем вам сами мучиться да и мучить вашего васинку я все-таки за то чтобы их разделять но у меня не получалось никогда как-то их воспитывать чтобы они не трогали ни рассаду не мои цветы и цветы ребятки бывают очень очень часто вредные поэтому это вообще может быть опасно не только или растения но и для ваших кошек . что-то нам скажешь может быть мяу ты же игрушечку хочешь это вот от семян я вам показывала упаковка сарочка хочет ее изъять своих целях сарочка у нас тоже сюда вот сейчас я тебе и за мной и ребяточкам показал ну очень хорошая вот видите ну очень хорошая кошка просто замечательная экс на вот тебе все в игрушечку дали ну чем пахнет семенами по дремка чихнул вот этот дремка чихнул сарочка ну надо играть тебе тебе же надо играть вот так вот кушает котик куша кушает дрем ну конечно ты молодец и жуленька молодец и жуля молодец и муки молодец такие лопусечки 48 все ой да ты хорошая да хорошая любит она когда я глажу время еды вот такая замечательная картина мне очень нравится когда они все время все вместе кушают на самом деле это не очень удобно удобно когда просто стоит корм все время но чтобы джулия у нас не толстела мы вот так вот будем их кушать кормить у нас маленькие подоконники влезают всего лишь две кошки то уже ли вот тут пузико немножко свешивается вот оно пузико все-все я поняла тебя никакого фод шейминга кошек и вот такой милый котик сидит уголочки он так сейчас милок хыкал на птичек но это невозможно подловить потому что в общем пока я достану камеру пока включу кошки уже все заканчивают свои интересные вещи жулимка почему тебе не нравится когда тебе пузико трогала ну расскажи почему тебя этот так вот задевает ну что-то не скажу жулимка свое трогай да ну жулимка ну что мы сниму утро с четырьмя окошками ну чё пойдемте вниз будем сбивать меня опять с ног уже торопитесь не трогай дрима я спускаюсь с утра все время очень-очень плохо душу потому что у меня астма и все накапливается в горле и носом кошечки а на чё вы намекаете вы кошечки что ли ой ой вы кошечки хотите да то вам маленький вот такие вот маленькие котики что сарочка не пойдешь прятать а если попробую это брать а а а а а а а а а Разберись с этой мере, что тут, Санечка? Извините Это мне надо портить, что такое хорошее